Современный предприниматель – это не просто человек, который умеет зарабатывать и тратить деньги. Это человек, постоянно развивающийся, открытый новым знанием и умением. 1 декабря каждый бизнесмен мог прокачать свои предпринимательские способности на Конгрессе «Ты предприниматель». Гвоздем программы, хедлайнером стал Семен Черноножкин, совладелец самой большой в мире умной игры «Мозгобойня». Тема его выступления – как развить свой проект до мирового уровня. Наша коллега Елена Красильникова разузнала, как же мыслит настоящий предприниматель. Семен, добрый день. Скажите, я правильно понимаю, что вы ни дня ни на кого не работали, не были наемным работником, всегда только на себя? Конечно, нет. Вы неправильно понимаете. Работал много. Я был молодым. Мне казалось, и тогда вы занимались бизнесом? Нет, конечно, нет. Я работал, я делал и на производстве, и арматуру грузил, и телефоны продавал. Очень много всякого было. Хорошо. Как вы решили пойти в бизнес? Почему? Ну, потому что хотелось красиво жить. Получилось? Ну, так. Ну да, может быть, в какой-то момент получается красиво, в какой-то момент не очень. Ну, пока я же на пути. Меня же еще нет в списке Forbes на 86-й строчке. А есть такая задача? Нет, но мне кажется, там ребята живут красиво. Ну, не знаю. Скажите, как понять, что, например, мне не нужно точно заниматься бизнесом? Если нет желания, это точно не нужно. Ну, если есть желания, значит, наверное, надо пробовать. Иногда есть желания, но люди один раз не могут раскрутиться, второй, третий, пятый и все. Ну, это вопрос обучения, вопрос как. То есть это не вопрос того, что мне не нужно этим заниматься. Действительно, есть часть людей, которые не могут быть предпринимателями, но обычно это внутри чувствует себя. То есть страшно, больно, опасно. Вот эти все внутренние ощущения. Ну, и, в общем, карьеру тоже можно построить хорошую сейчас. Вы часто любите говорить «не бойтесь опозориться». Это до сих пор такая ключевая ваша фраза? Очень классно, что вы так подготовлены. Теперь я говорю «позорься каждый день». Это так? Или вы еще шутите? Не шучу. Ну, то есть «позорься каждый день». То есть если «не бойся опозориться», это как бы, ну, типа, можешь опозориться, можешь нет. А я считаю, что сознательно надо каждый день находить повод для того, чтобы опозориться. Вот я сейчас, например, буду выступать абсолютно неподготовленный и буду позориться. Стоять и позориться. Как? Вы же опытный бизнес-тренер. Ну, опытный и опытный, но подготовка 90% успеха и мне бы стоило… Я просто не знал, что я выступаю так рано. Я думал, я выступаю в конце. А мне такие, а ты сегодня первый. И я еще не успел. Поэтому буду позориться. И что? И это шанс. Потому что именно так может предприниматель что-то новое попробовать, узнать, попробовать опозориться. У вас такой мастер-класс интересный, как свой бизнес довести до мирового уровня. А что, это можно научить? Нет. А как тогда развить бизнес до мирового уровня? Я не знаю. Но организаторы решили, что это классное название для того, чтобы привлечь людей. Вот поэтому я буду позориться два раза. Ну, хорошо. Теперь такой мотивирующий момент. Зачем стоит заниматься бизнесом? Зачем? Да не знаю. Это все очень субъективно. У каждого своя причина, наверное. Некоторые хотят поменять обстановку. То есть изменить как-то мир. Некоторые хотят заработать больше денег. Некоторые хотят независимости. То есть это очень субъективно. Нет такого, зачем нужно заниматься. Да не нужно. Чем хочешь, тем и занимайся. Спасибо вам большое. Успехов. Спасибо.